Все расходы с помощью одной карты в столичных школах поэтапно внедряют единую карту учащегося. К возможности оплаты горячего питания добавилась еще одна за услуги дополнительного образования. Подробности в нашем материале. Вот, пожалуйста, 29 января, вот мы как раз зашел в школу, вышел из школы, и вот мы сюда приходили на занятия. 14.24 зашли, 16.28 вышел из школы. Ребенок привожу карту, родитель получил уведомление на телефон. Так работает единая карта учащегося. Теперь и в центрах доп. образования. Дочка Алена Васильева ходит сюда на танцы, мама признается. С дополнительным приложением оплачивать занятия стало удобнее. Да и дочка всегда под присмотром. Если ребенок у меня по каким-то причинам не ходит на занятия, то, соответственно, сумма не снимается. Или, например, если болеет ребенок, то тоже сумма не снимается. Я не должна со справками бегать. Это не нужно бухгалтерские вот эти вот все работы проводить и так далее. Ну, со счетами тоже я не бегаю, не высчитываю. А вот мы вот это пропустили, соответственно, я это не плачу. Все очень удобно. Это удобно и для столичного управления образования. Мы видим востребованные кружки, потому что система сама предполагает, в каких кружках больше занимаются детей, какие на сегодняшний день кружки востребованы и что интересно на данный момент детям. И ежемесячно, так же, как и каждый день ежемесячно, мы можем проводить мониторинг свой посещаемости детей. В ближайших планах внедрить в единую карту учащегося оплату проезда в общественном транспорте. Это сделают весной этого года. Татьяна Леонтьева, Олесь Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.